Здравствуй. С чего это означает? Я делал обзор в виде шорцев на ролике Булжать, и в ролике «Начало второй пчелины войны» он упоминает, что его консультантом по Еве был персонаж Ник Эвхант. Благодаря Фоксу Скайтейлу, который был мембером корпорации Red Dance, я узнал, кто на самом деле такой Ник Эвхант, и я до него дозвонился. Привет. Привет, привет. У меня к себе подготовлено несколько вопросов. И первый вопрос такой. Действительно, Булжать брал тебя в консультанты при подготовке ролика про вторую пчелиную войну? Да, было такое дело. Познакомились через одного человека, Лени Фон. У него Ник в игре был. Насколько знаю, он давно не играет. Это было сделано благодаря корпе Булжать, которая была организована в Red Dance. Ой, в Red Dance, я говорю, в Red Alliance. В тот момент мы закорешились с этим товарищем. И получилось так, что он меня вывел на Всеволода. Там уже побеседовали, состыковались. Было предложено сделать видео о пчелиной войне. Всеволод уже знал на тот момент, что война действительно крупная, мощная, и дважды вошла в книгу рекордов Гиннеса. Ну да, есть такое. Да, и получился такой не коллаб даже назвать, а просто позвал помочь рассказать об этой ситуации. Но информации было настолько много, то что ожидалось вообще три ролика, как предпосылки, почему она произошла, сама пчелиная война, и уже последствия, которым она привела. Но, как мы знаем, есть только один видеоролик. Я снял свой, но это, видимо, не в счет. Тогда еще такой вопрос. Если просто найти на киллбарде твоего персонажа и корпорацию, то практически любой, кто понимает, что он ищет, не увидит ничего такого выдающегося. И я на это в том числе попался, надо сказать. Ты бы не мог рассказать, что делает тебя крутым экспертом по галактической политике? Я бы не назвал себя суперкрутым экспертом каким-то, потому что есть действительно другие ребята. Я их неоднократно тоже видел в интернете. Сейчас не назову их поименно. Которые разъясняют много чего, интересного рассказывают о телодвижениях альянсов, об их интересах. У меня немного другая работа. Я три года работал в Блэхэнде Империума, Гунсварма. Навидался там всякого. То есть активная трехгодовалая полевая работа. Это работа с контрразведкой, это работа с арпионажем, с вербовкой связанная, откуп информации, в том числе беседы с первыми лицами противоположных альянсов. В большинстве случаев это были русские подразделения, где приходилось выступать переводчиком, благо язык позволял. Примерно вот так эта работа составлялась. То есть я больше рассказывал именно о составляющей, как альянсы внутри себя двигаются, какие у них интересы, какие у них слабые места и зачем это все им нужно. То есть это же все как получается квинтэссенция вот этих моментов, когда ты наблюдаешь словно панфэмили и понимаешь, что вот у них есть здесь проблема, тут проблема, тут проблема, вот тут у них есть серьезные плюсы, и здесь тоже, и здесь тоже. И это все между собой комбинируется в общую картину. А когда эта картина состоит из многих таких пазлов, в виде тех же панфамов, она складывается в такую интересную мозаичку, из которой можно уже найти для себя необходимую информацию и предугадать в том числе, как будет двигаться альянс. От этого можно понять и интересы, можно понять, какие перспективы у них развития и, соответственно, устраивают ли они империум и устраивают ли они там какой-то другой альянс, как это можно использовать во благо себя. Ну то есть ты долгое время занимал офицерскую должность в легендарной разведке Гунсварма. Да. Еще такой вопрос. Насчет именно материалов, которые ты предоставлял для роликов. Насколько они были развернутыми, подробными и примерно какой период они охватывали? Они охватывали момент еще до начала северного конфликта, как он назвал Булжать, когда до блэкаута, когда гуны поехали на северную коалицию, когда большой был приток китайцев на сервер, НС тогда действительно взяла под свое крыло очень большое количество этих товарищей, они начали активно фармить. У имперцев на тот момент были свои проблемы внутри альянса, в том числе потому, что китайцы пришли и начали варить свою кашу настолько, что всем очень не понравилось. В этой процессе большинство было кикнуто, причем одним днем целые корпорации кикались. За счет того, что люди нарушали структурную целостность управления, поясню немножко, это когда станции выставляются должным образом для со-обороны и со-встречи противника, когда готовятся к определенным налетам. А структуры у них выставлялись абы как. То есть они могли спокойно зайти условно в один ДПУ и поставить перед Империал Пелосом, не знаю, несколько фартизеров, просто потому что им захотелось. Ничего себе! Да, то есть это вообще было неприемлемо, все были в ахере, мягко говоря, и от этого приходилось как-то разбираться. А поскольку Китай тогда не сильно шел на переговоры даже с управлением Империума внутри Альянса, то приходилось кикать. И эти товарищи в том числе ушли в сторону НЦ. Да, это были пункты последствий, почему так шло. У НЦ был грандиознейший скачок по экономике. Одна из причин, почему тогда имперцы на них напали. Одна из самых главных причин, по которой напали. Потому что действительно ВВП с условиями отчета CCP за тот период, я точно не вспомню даты, он был прям в шесть раз выше. Для тех, кто не знает, поясню. Это внутренний валовый оборотный продукт. То есть когда у тебя на рынке покупается и продается товаров на определенную сумму. И вот эта сумма оборотов, которые там у них были в самом НЦ, он в шесть раз скакнул. Но я знаю, что похожая проблема была до этого и на китайском сервере, что типа ненормальный уровень фарма на фоне еще голубого бублика на всю галактику, в принципе, первую итерацию Сиренити и погубила. Окей, я тебя понял. То есть это примерно начиная где-то там с начала середины 18-го года и до конца войны? Включая примерно первые полгода после. Примерно до этого момента. Это как раз был период, когда я уже ушел. И Евы окончательно, ну и не планирую вернуться. Для себя я закрыл этот вопрос. Да, это был полный процесс от примерно середины до 18-го, до конца войны, плюс полгода. Точно дату сейчас не вспомню уже, когда там все это было, но там период примерно такой. Охватывал он это вот, ну как назовем, северный конфликт, южный конфликт, когда Китай вытесняла русскоязычные альянсы с юга. Легаси тогда вместе с Империумом пытались их вытеснить. Полгода тянулась вся эта процессия. И в итоге фартернити последовало также на восток, как были с севера вытесненные НСшники. Когда все это произошло, уже начали подкатывать потихоньку фартернити, объединившись с этими товарищами, через северные регионы. Тогда у имперцев была операция по защите новообразованных подразделений русскоговорящих на глубоком севере. Это, если не ошибаюсь, регионы Тенал-Венал, прям самый-самый дальний север, глубокий. Рукавом на восток Кобальтедж. Кобальтедж. Могу ошибаться по регионам, уже точно карту не помню. Ну, на восток там Кобальтедж, но там еще, по-моему, и Калевала должна быть. Этот рукав проходит через Жавианский спейс, который закрыт для игроков. Ну, наверное, тогда это Кобальтедж. Вероятнее всего. Там были новообразованные русские альянсы, французы к ним притерлись там еще немножко ближе уже в сторону Эниши. Соответственно, да, имперцы тогда выдвигались, но капитальный флот туда не двинули, за счет чего сил не хватило, то, чтобы остановить уже поток китайцев, который туда шел вместе с пандемиками. В итоге, я не знаю точно уже последствия русских товарищей, которые там обитали, но часть из них вроде как пришла в гуны, часть из них переметнулась в Легаси, и буквально спустя недолгое время они уже воевали на стороне врага против имперцев, которые их вроде недавно защищали. У меня придумался внезапный вопрос. Ты видел ролик, где запись TeamSpeak'а тестов в тот момент, когда они объявляют о том, что они сворачивают свои силы и уезжают из Дельва. Ты случайно не знаешь, как это было записано? Нет, я уже скорее всего смотрел его в записи уже в офицерском чате имперцев, но я уже не помню его, честно говоря. Единственное, что я помню, то, что глава Легаси тогда потерялся на очень долго, его долгое время искали, около месяца, он чуть ли не заходил в игру вообще, и Легаси после этого полностью разлетелась. Тесты именно. Предпосылкой к этому была такая проблема, что они слишком глубоко зашли в Т5З, это было безрезонно в плане тактики, и вообще, в принципе, даже не в плане тактики, а в плане стратегии, в том числе, было бессмысленно заходить в соседнюю систему от 1DQ. Во-первых, пробросы у них сразу урезались, они не смогли большое количество народа пробрасывать с этих территорий, потому что всё то, что улетало, в целом было понятно сразу куда, и все силы можно было сразу направить на эту точку. Помимо этого, они не могли оставить Кипстар без защиты, который там находился, потому что сразу же Империум бы обрушил на него всю мощь, которая только может, лишь бы загнать его в реинфорс, лишь бы выбить с этой территории. А вторая критическая ошибка, которую они допустили на тот момент, это была попытка перевоза всех ассетов из Т5З в период бейсис на юге Дельве. За счёт этого они, во-первых, потеряли большую часть фрейтеров с грузом, который у них был. Империум успешно предотвратили операцию о переезде. Вообще сам переезд был бы здравой идеей, если бы он получился, потому что тем самым они бы выровняли общую линию фронта. А так получилось то, что Гуно взяли в плотное окружение, которое в перспективе не смогли удержать, потому что большая часть ассетов у имперцев была уже развернута и готова к боевым действиям, а всем остальным необходимо было подвозить всё своё добро. Потому что на локальном рынке это было купить очень проблематично, где там они пытались хабы организовывать. У Легаси с этим были вообще критические проблемы, потому что и Нишатив умудрилась качественно провернуть диверсионные действия уже на территории эзотерии и почти полностью раздолбать все структуры, занимающиеся производственной деятельностью. За счёт чего у Легаси экономика мгновенно, можно сказать, упала. Брейвы объявили первыми о банкротстве в момент того, когда война шла. Это был примерно шестой месяц войны из 13-ти. Следующими из ярких таких игроков, кого помню, это были пандемики после битвы в М5, когда они ошиблись с танкингом сервера, как это назвали, и потеряли большую часть титанов своего флота. А это необходимо компенсировать, за счёт чего Альянс потерял критическую сумму денег. Впоследствии им пришлось продать полностью все свои активы ТТТ. Это вот объединение Трипл Ти, оно стало Дабл Ти, потому что остались только Легаси и Гуны в основных стакхолдерах этой структуры. Это очень интересная информация, кстати говоря. Это как раз должно было войти во второе видео, потому что надо было и в третье впоследствии. В том, что экономически Трипл Ти распался как раз за счёт того, что произошло на этой войне. Потому что сейчас Трипл Ти фактически не нужен. Сейчас всем заведует фротернити. У него примерно сейчас 60 с копейками процентов. От общего притока товаров это фротернити, к сожалению. Ясно. Последний тогда вопрос, потому что как ты познакомился с Севой, ты уже, в принципе, рассказал. Я вот пока смотрел в целях разбора очень дотошно его видео, например, про начало второй пчелиной, у меня сложилось впечатление, что некоторые отдельные тематические части написаны и рассказаны очень точно. То есть там вообще практически не к чему придраться. И такое ощущение, что как будто даже написано другим человеком, не тем, кто писал основную часть этого текста. Ты давал какие-то тексты ему, и если ты сам смотрел, то, может быть, ты можешь сказать, сколько примерно процентов или частей от оригинального вот этого текста именно вошло в сам ролик? А что изменено? Мы должны понимать, что булджать все-таки Всеволод — это медийная персона, ему надо делать определенный контент. Это YouTube. Мы понимаем, что это такое. Мы понимаем контент, который у Всеволода есть на канале. И мы видели, наверное, не только я там, и ты видели видео, которое он делал до этого. Они более интригующие, такие интересные, на легком прогоне, когда можно и включить как фоном, так и ярко посмотреть прямо в монитор, что происходит и о чем он рассказывает. Поэтому, ну, я думаю, адекватные люди прекрасно понимают то, что вот этот обзор о начале Второй Пчелиной войны, он именно сделан в стиле булджадя. То есть по формату его видосов, по тематике, он подготовлен именно таким образом. То есть если бы, конечно, мы делали это для обзоров, ну, как для еверов обычно делают, когда мы смотрим, вот было бы хорошо мне сейчас вспомнить имя какого-нибудь именитого такого известного политолога по Еве. Был один такой товарищ, жил в районе Брейва. Бластер Ворм? Я не знаю. Он иностранец, он то ли венгер, то ли кто, но на английском, по крайней мере, он рассказывает все свои видео. И он очень качественно затрагивает историю о политике. Я, к сожалению, вот не помню его ник, хотя стоило бы запомнить. Очень классный парень. Прям, я, честно, даже не знаю, какие у него источники, но он прям дает информацию иногда в том числе как будто вот из-под полы, когда это не должен знать никто. И его действительно интересно было посмотреть всегда. Я думаю, кто-то, может, кто помнит, он или понимает, о чем я говорю, тот вспомнит имя этого товарища. Суть-то в чем? Булжат, он вот сделал, как это сделал, и вот смотрите, соответственно, как это сделано. Из моего текста я написал ему, ну, наверное, даже больше, чем 15 страниц А4 в Word, достаточно подробно, там, с минимальным количеством картинок просто для понимания передвижений, чтобы было видно, о чем речь. все было сжато подробно по пунктам, чтобы не запутаться, около 15 страниц. Соответственно, из этой информации, как он ее понял, по моему мнению, вошло где-то 25-30%. Все остальное было, ну, либо немножко искажено, либо немножко подстроено под лад видео, либо еще как-то, ну, по крайней мере, основная суть примерно понятна. То есть, если смотреть поверхностно, из-за взгляда то, что вот мы с тобой не играем в Еву, там, или играем в нее посредственно, как товарищи из хайсеков, не в обиду хайсечникам, имеется в виду то, что новенькие ребята, которые там, типа, ну, Ли, опасно, там, нифига себе, я купил первый линкор, то вот, да, они прям воодушевятся, конечно, посмотрят, скажут, типа, о, круто. А ребята, которые играют уже не первый год, вводят флоты, несколько флотов, там, командиры эскадр, капитальные командиры, они, ну, делятся на два лагеря, у меня в Карпе тоже, когда видео вышло, ребята говорили то, что, как, в смысле, Китай прошел игру, как ты мог вообще ему это написать, я говорю, нет, это не моя фраза, ну, то есть, фактически, да, Китай, конечно, прошел игру, и мной она была сказана в Севолоду, за счет чего он ее, наверное, взял на вооружение для более простого понимания зрителям, что происходит, чтобы они хотя бы как-то вклинились, кратко поняли информацию, вместо того, то, чтобы, условно, растянуть на 20 момент предысторию о том, как складывалась ситуация на Сиренити, почему действительно у них произошел экономический коллапс, почему произошла такая дичайшая инфляция, как разрушился рынок, и как это все привело к тому, то, что CCP почему-то решили закрыть сервер Сиренити. Зато зрелищно, кратко, емко и популярно. Да. Я считаю, что ничего плохого, как бы наоборот. Ну, кто-то, кто-то воспринял это критично, то есть, я даже видел первые комментарии тогда под видео, это были то, что Китай прошел игру, после этого я выключил видео. Это одни из первых комментов были, я думаю, ну, ладно, как бы человек, значит, просто в целом, наверное, не сильно интересовался этой затеей, потому что, но в целом, дальше объяснено более-менее, как бы, понятно от общей погоды. Ну, то есть, из разряда нам скажут, что завтра будет дождь, вот, а на Гесметио скажут, что он будет условно там с 13 до 16. Я о том и говорю, что, ну, некоторые вещи сделаны для, ну, видно, что для красного словца, чтобы это было цепляюще. Некоторые вещи прям настолько соответствуют действительности, что вообще ни к чему не придерешься. И есть часть повествования, которая, типа, явно приукрашена, и вот лично меня от этой части местами прям немножечко подколбашивает. Там, например, А какой, а какой, да? Меня больше всего убили имперцы и повстанцы, что обязательно к имперцам есть какие-то повстанцы. И это, что про первую, ну, первая пчелина это вообще там какой-то лейтмотив был. Во втором ролике это про вторую пчелину, там, это один раз, по-моему, проскакивало, и меня каждый раз от этого просто так колбасило. Не знаю. Про повстанцев во второй части я не помню. Я тоже видео уже смотрел достаточно давно. Но возможно он там что-то добавил. В основном, как бы там если говорить о повстанцах, это были не совсем таковые, если я думаю о том, о чем это может быть. Это были наемники. Мы тоже понимаем то, что Ева — это игра вообще про жизнь, если так смотреть. Потому что все то, что происходит там, в целом могло бы происходить и здесь. И все то, что происходит в жизни в целом может происходить и в Еве. Потому что это в первую очередь игра игроков. И люди здесь сами стоят себе контент, сами его делают. И от этого рождается игра. Ну да, в Еве сложная игра. Я имею в виду, что в понимании вселенной ЗВ в Еве в принципе невозможно никаких имперцев и повстанцев, потому что ну просто у всех свои интересы и могут быть вообще любые обоснования и любые причины для любых событий. И не бывает ни черного, ни белого. Ничего такого. Это все пиар. Если вам кажется, что что-то черное, что-то белое в Еве, значит вы подвержены какому-то пиару, скорее всего. Либо пропаганде. Она тоже очень активно работает в подразделениях. Особенно в каких-либо малых. У меня на опыте был, ну я в свое время был еще параллельно руководителем корпорации, вот той самой Redense, где-то, наверное, на протяжении тоже около трех лет. И у нас активно работала пропаганда, то есть надо было выставлять нам какого-то мнимого врага, но корпорация прямо расцветала. Это может дать действительно серьезный буст для определенных корп, для определенных альянсов, чтобы получить какое-то ускорение. Но это принцип, как было у Советского Союза в момент, вот когда ленинизм пошел, люди пытались проскочить полностью период индустриализации. Ну, это как в сравнении. В ускоренном варианте. У меня, в принципе, все. Спасибо тебе большое за твои ответы. Я, может быть, немножко эту беседу подмонтирую, но постараюсь по максимуму оставить. Да как удобно, как удобно. Там будет желание, скинешь видео, посмотрю по любому. Конечно, скину. Обязательно. Поэтому что, мне-то без разницы. Я уже Еву покинул. Я попросил помочь, я не откажу. Да, спасибо тебе большое за это. С нами был Ник Эвхант и Хуан. На этом, наверное, завершаем. Хорошего вечера. Да, кстати, не ответил на вопрос, почему так плохо скиллбордой. Почему? В итоге. Почему так плохо скиллбордой? Не ответил на этот вопрос, потому что я ушел в то, чем занимался по профессии. Ну, в Блэкхэнд. Да, да, да. Потому что, опять же, я тебе-то вроде как отвечал на этот момент, но не подробно. Значит, пункт такой, что полетал я тоже во флотах. Это, понятное дело, не единственный мой персонаж. Ник Эвхант. У меня там их было больше 15. Какие-то из них перешли из-за взряда там ПВП активных ребят в копку либо еще во что-нибудь. И в итоге Ник Эвхант в какое-то время просто стал одним из мейнов. И я его решил оставить мейном, потому что имя, в принципе, как-то приятное, удобно произносится. И его можно было как-то выдвинуть на передний план. Но поскольку, опять же, ушел в Блэкхэнд, в разведку и в спаинг, получилось так, то, что на вылет интерес угас абсолютно, потому что стало понятно, из чего они строятся и зачем они происходят. И участвовать в них даже ради интереса стало откровенно скучно. И поэтому гилборда вообще небогатая. Вообще от слова небогатая. Там, если я не ошибаюсь, там даже меньше тысячи фрагов. У тебя там их больше тысячи, у тебя очень хороший КД, типа, один к десяти, но просто тысячи киллов. Это, это типа нормально, но это, типа, уровень, для ПВП Альянса, например, это уровень какого-то начинающего чувака. Ну, не месяц, там, полгода хотя бы где-то, где-то так. Ну, все равно мало. То есть, не тот период, не тот объем. Поэтому, я понимаю прекрасно, там, кто смотрел, может, мою КБ, людей, то, что они так скептически относятся. Нет, просто, ну, не понял для себя интереса дальнейшего участвовать в каких-то там боях, флотах и так далее, пробросах, дропах. Неинтересно. Ни смерти титанов, ни смерти там нюксов каких-то. Сам сливал и нюкса, и кара, и титан слил один раз как раз во время второй пчелиной войны. По глупости, правда, по своей. Вроде как, на этом же даже персонажа. Я даже, наверное, помогу сейчас со ссылкой, мне недавно ее скидывали, хотели меня подраконить, какие, мол, эмоции, да, она у меня есть, сейчас я ее перешлю. Какие эмоции у меня это вызовет? Вообще абсолютно никаких. У меня было единственное на тот момент, когда упал титан, обидно, что я не забрал никого с собой. Я тогда был кругом в бублях, никого не было тогда на маяке, меня призвал бекон. Я так понимаю, что вы хотели кинуть флот на границу с фонтаном. Я прям вижу систему, я понимаю смысл этого маневра, и ты мискликнул. Не точно мискликнул. У меня получилось то, что зафризило компьютер. Простая ситуация, я вывожу мышку на космос, думаю кликнуть, чтобы закрыть панели. А вместо этого мышка из-за фризания отвелась, и я совершил прыжок. А его, соответственно, отменить нельзя. Был там нюкс один на фортизаре вроде, или на какой-то такой станции на тот момент, а это уже вражеский спейс. Я понимаю то, что бубли я со своими капитальными стволами не свалю. У меня ни имплантов в башке, ничего нет, потому что прыгать я сам, соответственно, не собирался. И я пытаюсь разрядиться в нюкс, потому что я тупо не выплываю из этих бублей. Мочу стволами, вроде как все окей, пробиваю ему броню. Думаю, ну должно сейчас по цифрам вроде как хватить, чтобы я его забрал Думсдеем. Разряжаю Думсдеем, у него 13% хула, он уходит в варп. И мне стало критически обидно, потому что прилетели дреды, прилетела вся шалуха, начали забирать. Меня там столько заспамили в личное сообщение. Кто-то даже по приколу бабки скинул. Было забавно, было забавно. Я даже не вспоминаю это с каким-то огорчением. Да его и не было, за исключением того, что нюкса не забрал. Как это говорится, already replaced. Я предлагаю на этом заканчивать. Спасибо тебе большое. Да не за что. Вырубаю запись. Оп.